МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Устроил на пляже курортного города. ШУС. Шок и паника. Даже усиленные меры безопасности не могут успокоить людей. По-прежнему неизвестна судьба россиянки, которая могла в тот момент быть где-то в отеле. Ее нет ни среди погибших, ни среди пострадавших. Ее дочь с ранением в больнице. Те, кому довелось стать свидетелем того кошмара, до сих пор не могут прийти в себя. Кадры и рассказы очевидцев. В материале Евгения Завадского. Им кажется, что родные вырвались из настоящего пекла, куда снова могут вернуться смерть и ужас. Александр показывает свои кадры. Отдыхал через отель от места трагедии. Говорит, сейчас там больше репортеров, чем охраны. Мы видели поток людей в панике. Ну и сами побежали. Мы схватили все, что у нас тут было. На второй день просто уже отдыхающие. Отдыхающие многие взяли билеты сразу, чтобы обратно вылететь домой. Кто-то только приехал, сразу же уехали. Дмитрий для себя решил, после того, что произошло в СУСе, в Тунис больше не ногой. Там все это корабли летают, собаки лают, вертолеты летают. Между экраном прибежали. И наши аниматоры подходят, как ничего не было, пошлите играться. То есть мы бегаем куда бы спрятаться, а не пошлите играться. То есть они либо панику не хотели создавать, либо что-то такое. О трагедии чаще всего узнавали либо из новостей, либо после звонков и смс-ок обеспокоенных родных. Сотрудники отеля о нападении фанатика-исламиста, убившего 40 человек, стараются не говорить и делают вид, будто не произошло ничего особенного. Да, охрану действительно кое-где увеличили. Власти сообщают, что в курортные зоны направлены дополнительные подразделения силовиков. Но многие из вернувшихся в Москву говорят, в плане безопасности мало что изменилось. Даже охранники, как были, по одному охраннику сидел, ни оружия нет, ничего. Ну страшно, конечно, страшно. То есть ты ничего не можешь сделать, ты полностью без помощи, не знаешь никакой информации особо. То есть всю информацию мы получали из дома. Там никто ничего не объявлял и ни о чем не говорили. Полиция сообщает, ликвидированный террорист ходил на тайные собрания в подпольные мечети, где его, скорее всего, и снабдили оружием. А это уже сцена уличного боя. Те, кто не смог найти укрытие, чуть было не выскочили на линию огня. Повсюду хаос и неразбериха. Там бегал маленький мальчик. Его мать и отец погибли на пляже прямо на его глазах. У него не было половины уха, и он весь был в крови. В каком он был состоянии? В шоке. Он все повторял, маму и папу убили, как и его бабушку. Большинство иностранцев, отдыхавших в Тунисе, решили прервать свой отпуск и вернуться на родину. Но рейсов не хватает. Наша компания делает все, что может. Я просто хочу убедиться, вы нас действительно понимаете? Многие из этих людей, когда началась стрельба, были на том пляже и спасали свои жизни. Мы могли умереть. Мы стараемся помочь всем. Мы убеждаем дочку, что это был просто салют, а не выстрелы. Она в шоке. В столице Туниса этой ночью прошли массовые митинги. Собравшиеся осуждали терроризм и говорили о гостеприимстве своей страны. Ведь туризм – это львиная доля их доходов. Но некоторые европейские туроператоры уже объявили, что прекращают продавать путевки в Тунис. Кто-то на несколько недель, а кто-то и до конца лета. В Великобритании именно ее подданных больше всего в списках погибших и раненых, а также в Чехии решено усилить меры безопасности. А вот руководство отеля, где произошла трагедия, наоборот, заявило, что он продолжит работу. По их логике, это должно стать мощным ответом террористам. Евгений Завазкий, Владимир Беляев, Первый канал. В Донбассе уточняют число жертв и масштабы разрушений после новых обстрелов силовиков. Самые мощные удары пришлись на поселок Октябрьское, близ Донецкого аэропорта и Горловку. В последней уже известно как минимум об одном погибшем мирном жителе. Огонь по городу открыли вечером, по данным мэрии, с позиции украинских военных в Майорске. И он не прекращался в течение нескольких часов. В Горловку сегодня отправились наблюдатели. Им предстоит выяснить, из орудий какого калибра были обстреляны жилые кварталы. Референдум в Греции пройдет 5 июля. Эту дату утвердил парламент страны. Именно на нем грекам предстоит либо одобрить в обмен на новые кредиты, проведение жестких реформ, либо отвергнуть их, что в конечном счете вылится в дефолт. Реакция из Брюсселя была молниеносной. Решено приостановить программу поддержки Афин уже с 30 июня. А в просьбе предоставить отсрочку по очередному платежу отказано. Как заявила директор МВФ, всенародное греческое голосование таким образом вообще лишается смысла. Даже если греки в следующее воскресенье согласятся на предложенные условия, денег не получат, потому что действовать эти самые условия перестанут уже в среду. В регионах Центральной России еще на сутки продлен оранжевый и предпоследний уровень опасности. Серия южных циклонов принесла ливни, грозы, ураганный ветер. В Москве в конце выходных может выпасть месячная норма осадков. Накануне дождь шел почти весь день, были подтоплены некоторые улицы и площади. Во Владимире в гигантских лужах глохли машины. Похожая картина в Рязани, там ливень превратил некоторые районы в озера. И сегодня дожди, местами с грозами и сильным ветром продолжатся. Непогоду принес тот же циклон, который в четверг обрушился на Сочи и привел к мощнейшему за последние годы наводнения. Стихи испытывает на прочности жителей Украины. Это кадры из Днепропетровской области. Смерч, диаметр его воронки несколько десятков метров, прошелся по ряду населенных пунктов. Воздух поднимало камни, деревья сорвало крыши с домов, поврежден газопровод. Очевидцы рассказали, что из Днепра Смерч вытянул рыбу, а потом разбросал ее по дорогам. Пункт назначения – новая земля. В Арктику прибыла группа призывников. В ближайший год им предстоит многому научиться. Например, засыпать и просыпаться, когда полгода день, а потом столько же ночь. Или правильно себя вести при встрече с белым медведем. Об особенностях службы в Заполярье репортаж Александра Евстигнеева. Это российская Арктика, архипелаг, новая земля. Сейчас здесь полярный день, солнце не заходит круглые сутки, и плюсовая температура начинает расти, зеленая трава. Девять месяцев в году эти территории характеризуют двумя словами – белое безмолвие. Российские военные сносят старые здания, построенные еще в 50-х. Жить в них все равно невозможно, ремонтировать бесполезно. Приказано уничтожить. Поселки уже привыкли. Второй год народ нормально реагирует. С пониманием относится. Уже снесли 200 домов из 400. Программа очистки Арктики. Обломки потом рассортируют. Что сжечь, что закопать. Кирпич, бетон, дерево не вынесли за полярного климата. А люди могут. Уважаемые товарищи, отсюда начинается вся наша великая Россия. На новой земле новая партия призывников – 128 человек. Доставка военно-транспортным Ил-76. Многие первый раз в жизни летят самолетом. Страшно, но интересно. Впереди год в сапогах. Так же, как все, Арктика не повод сокращать срок службы. Есть какие-то земные волнения. Первый раз летишь туда, и как бы ничего не знаешь еще. Я работал в Русск-Арктике, я там все знаю. Встречают торжественно и серьезно. Для тех, кто живет на островах, нет мелочей. Северное гостеприимство. Первый обед на новой земле тоже с оркестром. Для аппетита. Иногда исполняют прощание славянки. Тонкая ирония. Добро пожаловать в Арктику, сынок. За службу в условиях Крайнего Севера усиленное питание. Суп, второе, гарнир на выбор. Плюс яблоки, огурцы, помидоры, соленья. Мама может не волноваться. Сало есть. Кто любит сало, таких у нас много. Сюда, на новую землю, отправляют служить местных призывников из Архангельской области. Архипелаг входит в ее состав. До дома рукой подать. На острове Южный расположен центральный полигон Российской Федерации. С 50-х годов здесь испытывали ядерное оружие. Полторы сотни взрывов. На воде и под водой, под землей и в воздухе. На этот полигон сбросили самое мощное в мире, как говорили, чтобы сохранить секретность, изделие, термоядерную бомбу. При этом радиационный фон, как в среднем по России. Все сгорало в момент взрыва. Здесь опасаются не радиации, а арктической пурги и белых медведей. Инструктаж на случай по встрече с белым медведем, что необходимо сделать. То есть, отвлечь внимание, кинуть вещи в сторону и задом убыть в расположение. Это не шуточки. Учат на полном серьезе. У медведя плохое зрение, но хорошее обоняние. Пока обнюхает те же перчатки, можно успеть уйти. Тихо и героически. А вот стрелять нельзя. Он в красной книге. Лидовочертовский балл готов. Огонь, огонь. Выстрелы какие-то глухие. Это не боевой автомат Калашникова. Точная копия. Внешний вид, вес, даже отдача такая же. Только вместо патронов лазерный луч. Вместо пороховых газов сжатый воздух. Вместо трат экономия. Здесь непосредственно. Можно продемонстрировать. Все то же самое. Только без применения патронов. Из боевого оружия они тоже стреляют. Ходят в спортзал, в бассейн. Обычная российская армия в необычной климатической зоне. Женя Гришаев служит в Арктике на Новой Земле сутки. Все только начинается. Ложишься день и встаешь день. Непривычно. Выдержу. Довольно. Мне нравится. У меня брат здесь служил. Первые 10 дней они свободно пользуются телефонами. Рассказывают домашним взахлеб. Здесь разноцветные дома, чтобы было за что глазу зацепиться. Здесь все знают всех в лицо. В поселке Белушая Губа живет 2000 человек. Здесь самый северный в России светофор. И казарма с видом на море. Александр Ивстегнеев, Вячеслав Черешко. Первый канал. Новая Земля. Водолазы в Архангельске готовят... Редактор субтитров А.Семкин